На РТР Здравствуйте, мы в прямом эфире. Сегодня на 70-м году жизни скончался писатель, сатирик Михаил Задорнов. После долгих месяцев борьбы с опухолью головного мозга. Во время болезни Михаил Николаевич ни с кем не общался и запретил родным и близким комментировать его борьбу с недугом. Несколько дней назад, словно предчувствуя свою смерть, он принял православие. Сегодня мы, зрители, прощаемся с любимым артистом, который долгие годы рассказывал нам о россиянах. Только наш человек, когда отключили свет в квартире, бежит к окну посмотреть. Потрясающе, я даже договариваю. И радуется, если видит, что и другим тоже. Только русский человек может в 40 лет собираться с утра начать бегать. Только русская женщина хранит свадебное платье десятилетия. Ну так, на всякий случай. Можно пригодиться. Только русские туристы приходят на пляж в своих шлепках. Не зря я попросил записывать вас. Я даже не договариваю. Вы уже знаете, о чем, да? А уходят в тех, которые понравились. Только наш человек может встать в 6 утра. Встать, чтобы будильник поставил на 7 утра перенести на 8. И чтобы потом проснуться в 9. Узнав о смерти друга, Евгений Петросян, находящийся на гастролях в Екатеринбурге, выложил пост в Инстаграме. Я потерял соратника, друга, единомышленника, писателя, который создал для меня много очень номеров, монологов, фильетонов, имевших большой успех. Кроме благодарности, любви, кроме состояния душевного потрясения, я испытываю огромное горе. Коллеги по цеху сегодня, кто не в Москве, прощаются в социальных сетях. Владимир Винокур выложил тоже пост со стихами, посвященные Задорному. Прощай, мой друг, до встречи, дорогой, и посмеши, как ты умеешь, Бога. Борис Корчевников, генеральный директор православного телеканала «Спас», написал сегодня молчание, его голос навсегда часть меня. Я засыпал все детство под кассету с ним, принять сложно. Чуть легче от статей про соборование прямо перед смертью. Так уйти надо заслужить светлая память. А вот что написал Максим Галкин и выложил видео. Мы помним, что Михаил Задорнов назвал Максима Галкина своим преемником. Я хочу на сцену пригласить своего преемника. Он сам пишет, сам с этим выступает. Я тоже выступаю с тем, что я сам пишу. Но его актерские способности гораздо шире моих. В этом вы сейчас убедитесь. Максим Галкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад приветствовать вас. Понимаешься. Максим Галкин под этим видео написал, что год назад Михаил Задорнов позвонил ему и рассказал о своем диагнозе. И сказал, что звонит всем, с кем он хочет попрощаться. А также просил, что когда о нем будут вспоминать и когда он умрет, чтобы рассказывали о нем что-то забавное и прикольное. Николай Бондурин, заслуженный артист Российской Федерации. Скажите, вам тоже звонил Михаил Николаевич? Да, звонил. И что он? Звонил, но дело в том, что он же запустил кинокартину. И мы с ним говорили о том, что обязательно нужно этот фильм доснять, чтобы не случилось. И он так радовался, что он смог наконец пробить вот эту кинокомпанию «Задорное кино». И он говорил, ребята, вы там если что, деритесь, грызите, но фильм нужно доделать, доснять обязательно. И мы сказали, конечно, мы обязательно будем стараться это выполнить. Вы присутствовали на концерте, с которого Михаила Николаевича увезли, да? Вы видели эту как раз... Я не просто присутствовал, я вел этот концерт, и я объявил его выступление. Сам побежал в зал смотреть его номер зрительного зала. Я у него спросил предварительно, сколько будет у вас монолог. Он говорит, я три монолога прочитаю. Он прочел первый монолог, и на втором ему стало плохо. Его повело, он зашатался. Тут же выбежал ассистент, взял его под руку. Я метнулся быстро за кулисы, на сцену к нему. Предложил ему уйти за кулисы. Он сказал, нет, я хочу дочитать, дай мне стул. Мы ему поставили стул. Он уже сидя попробовал дочитать монолог. Какое-то время он еще читал, читал, но ему было все хуже и хуже, становилось все труднее и труднее. В конце концов я просто подошел, Михаил Николаевич, давайте мы вас проводим за кулисы. Я просто взял его под руку, и когда я его ввел со сцены за кулисы, я просто видел, как он плакал. Он плакал, я не знаю уж, от боли, от обиды за то, что он не смог. Вообще он был по жизни боец. Он был боец, и когда мы его уже привели в гримоборную за кулисы, вызвали скорую, он очень долго не хотел уезжать. Он все надеялся на то, что ему станет лучше, и он сможет выйти и дочитать до конца. А его великолепно принимал зал, и когда я его увел за кулисы, потом я просто видел это в глазах зрителей, как они спрашивали. Я выходил и говорил, все нормально, все хорошо, приехала скорая. И очень поддерживал зал, даже когда он ушел за кулисы. Карен Аванесян, вы тоже были на этом концерте, да? Я был на этом концерте, да. Но мне с Михаилом Николаевичем была тоже интересная, забавная история. Коль скоро он светлый человек, я думаю, он простит, если мы будем вспоминать сегодня очень добрые истории с ним. Снималась передача шоу-досье, и ведущий этой программы рассказывал о том, что шутки Михаила Задорнова, они живучие, они среди народа. И его знают все. Мы можем спросить у любого первого встречного, подходит ко мне, вот мужчина, на рынке, зададим ему вопрос. Ну, я стою за прилавком, у меня тут фрукты, и все. Знаете ли вы Михаила Задорнова? Я говорю, конечно, он очень хороший артист, хороший писатель. Много лет назад он мне дал пять тысяч рублей, на которые я купил себе квартиру, и вот через 30 лет я хочу вернуть этот долг. Я возвращаю Михаилу Николаевичу пять тысяч уже сегодняшний, на который можно купить сникерсов в коробку. И Михаил Николаевич спросил, это ты сам придумывай? Я говорю, нет, это придумали мы все вместе, вот в этой программе. И ему она очень понравилась, эта шутка. Но скажите, вы могли подумать, что так все серьезно, когда вот его увозили в концерты? Вы знаете, Михаил Николаевич, во-первых, я пришел на концерт тоже раньше многих вместе с нашими ведущими. Я приехал очень рано, потому что я работал в первой части концерта. И видел, как Коля с Михаилом Николаевичем стояли у микрофона, проверяли микрофон, ставили стойку. То есть он действительно очень серьезно готовился к концерту. И был в замечательной форме, он был приветлив со всеми, поздоровался с нами, как дела, все. То есть ничто не предвещало беды. Но он был действительно всегда в хорошей форме, всегда на улыбке и всегда шутил по поводу здоровья и старости. Внимание. 15 лет спокойно говорил и ничего, и не плевал ни по кого через левое плечо, и глупостями не стучал по деревяннику, и не болел. А тут вдруг заболел. И я знаю почему. Организм должен болеть, чтобы человек чувствовал себя человеком. А то я уж стал расстраиваться, может я робот. Вот, это человеку, чтобы он очистился. Это чистилище. И надо уметь болеть. Юра, я знаю, что благодаря задорному Юрмала стал для тебя вторым домом. Да, он открыл для тебя этот курорт. Ты тоже был на этом концерте, где ему стало плохо. Да, Андрей, ты прав. Я был на этом концерте, и впервые в жизни я с ним говорил. Говорил очень долго. Я не состоял с ним в приятельских отношениях. И мы с ним оказались в одной гримерке. Он очень лестно отзывался о моем жанре, в котором я работаю. Мне было безумно приятно. Я уехал домой. Потом я из интернета узнал о том, что произошло во втором отделении с ним. Но я хочу сказать, что действительно он для меня в какой-то степени является путеводной звездой. Не в плане творчества, потому что наши жанры, они никак не перекликаются, не пересекаются. Благодаря ему я узнал о существовании Юрмалы, то, как он описывал рассветы и закаты на Взморье. Сегодня я тоже наслаждаюсь этим же. Я много времени там провожу. И у меня позавчера родилась дочка именно в Юрмале, чему я безумно рад. Спасибо огромное. Кстати, для него было болью, что он столько сделал для страны, для места, где жили его предки. И по завещанию он хотел, чтобы его похоронили вместе с отцом в Риге. Его тело будет доставлено туда. И по завещанию он просил, чтобы это было сделано не на самолете, а только наземным видом транспорта. А также он переживал, когда пытались лишить его визы, потому что он же даже открыл библиотеку. Давайте послушаем, что он говорил по поводу этого. Внимание. Наконец-то я понял, что не зря жил жизнь. В латышском парламенте целое заседание было мне посвящено. Вопрос лишить вида на жительство Задорного за то, что он подписался под письмом, что Крым русский. Я библиотеку в Латвии открыл. Пять лет бесплатно книги там выдают. Затратил бешеные деньги, чтобы люди оккультуривались. Я не буду делать ничего, дабы вернуть вид на жительство, если меня лишат его. Потому что, внимательно слушайте, я не буду унижаться перед теми, кто унизил себя своими действиями передо мной. Марий Григорьевич, вы познакомились в 1980 году в театре эстрады. Вам кажется, вот в этом монологе, который мы сейчас услышали, в этом и есть настоящий Задорнов? Да, есть настоящий. Ее мы познакомились, и наша дружба продолжалась примерно 29 лет, до 1999 года, даже 2003 года. Но я не могу о нем... Во-первых, он мне тоже позвонил год назад о том, что мы больше с тобой не поедем на гастроли, и я не смогу посетить уже больше твои фестивали, на что я ему... Я даже не поверил, я ему сказал, да, Миша, брось, мы обязательно еще куда-нибудь съездим. Но дело в том, что в нем было столько юмора, мимо которого мы гастроли в Омске. После концерта мы всегда посещали финский крупный универмаг. В красном уголке выступали для работников в универмаге, и нам открывали склад... Это не только Задорнов, и с Лаймой Вайку, и с кем-то еще. И нам всегда открывали склад, и артисты могли оттовариться. Миша пришел в красный уголок, вышел на сцену, не заметив, что за ним висит, какой лозунг. А в первых рядах сидел директор этого универмага. И Миша, подойдя к своей такому блоку, где он зачитывал всякие там рекламные объявления, сказал, какой идиот, говорит, мог написать решение 25-го съезда партии в жизнь. А этот плакат висел прямо в красном уголке, и этот идиот, директор универмага, сидел напротив этого всего. И я с ужасом понял, что нам сегодня не откроют уже эту лавку, и действительно мы спустились вниз, и нам не открыли эту лавку. Такой же смешной случай, еще короткий. А извините, я вас перебью, все-таки мы в прямом эфире, поэтому нужно придерживаться. Вы все-таки считаете, что вот он отделился ото всех, и не давал никаких комментариев, и просил родных и близких ничего не комментировать о своей болезни? Это какое-то принципиальное решение? Или он понимал, что он действительно не справится, визы в Америку у него нет, потому что он ее зачеркнул, да? И мы все помним этот эфир в программе «Зеркало». Давайте посмотрим этот исторический момент еще раз. Внимание! На глазах у всех телезрителей. Хочу показать, что русский человек должен жить с достоинством, и не унижаться. И я перечеркиваю, покажите, пожалуйста, я перечеркиваю американскую визу. Вам легче теперь? Нет, я хочу показать, что можно жить независимо от каких-то взглядов, поддающихся кодировке. Я думаю, что этот момент не связан с его состоянием здоровья, но когда он мне позвонил, и после этого еще раз мы разговаривали, я понял, что он действительно хочет уединиться и не поднимать вокруг себя никаких волн, а тихо, может быть, даже для того, чтобы принять православие или что, уединиться и уйти из жизни. Маша, именно он открыл для вас природу, любовь к уединению. Это все-таки было, наверное, уже в душе всегда у Михаила Николаевича. Нет, ну, Андрей, немножко не так. Я знаю его с 80-х, когда мы все, половина присутствующих, стояли в правкоме драматургов. Вот, в частности, мы с Катей представляли там молодое поколение, они к нам относились снисходительно, и вот наши с ним отношения были директивные. Он подходил и говорил, ты должна, например, ты должна больше возить детей по России. Вот меня папа посадил в самолет молодого, отправил его в Владивосток, и я увидела, какая это махина. Или, ты должна со мной поехать на открытие памятника Арине Родионовне, который я за свои деньги поставил. Я говорю, почему Арине Родионовне? Ну, потому что все знают, как выглядит Пушкин, никто не знает, как выглядит Арина Родионовна. А потом началась история с Белокурихой. Это уже, в моем понимании, он сильно изменился, уже он начал искать смыслы. Он подходил и говорил, ты должна обязательно поехать в Белокуриху, там открываются каналы у человека, и когда прилетишь туда, сядет самолет и скажешь, спасибо, Миша. И каждый раз, когда я туда прилетаю, я говорю, спасибо, Миша, потому что, потому что правда, вот, спасибо ему. Павел Островский, так вот мы слышали, что несколько дней назад он принял православие. Борис Корчевников написал, что он, как настоящий христианин, соборовался перед смертью. Как вы, вот, как священник, воспринимаете этот шаг? Конечно, исповедоваться, прийти к Богу, примириться, это очень большой подвиг. Конечно, поисповедоваться, примириться с Богом, это очень-очень большой подвиг. И многие люди, на самом деле, хотели бы это сделать, но у них не получается. И для православных христиан это, наверное, самое большое утешение, то, что мы можем молиться, и мы верим, что Господь не отвергает Михаила. И мы знаем, что первый человек, вошедший в рай, это был благоразумный разбойник, который сказал, Господи, вспомни обо мне в своем царстве. И Господь сказал, сегодня будешь со мной в раю. И Михаил Николаевич, во-первых, он не разбойник, но человек, который в конце своей жизни все переосмыслил, и принял это верное решение, и помирился с Богом, наверное, помирился со всеми. Он сделал все свои дела, все закрыл, да, и... Вообще-то никогда не был в ссоре с Богом, потому что талант дает Господь, и он у него развивался ежедневно, поэтому никакой ссоры с Богом у него не было никогда. Но мы здесь вспомнили про памятник няне Пушкина, 160 сантиметров, он вложил свои деньги, поставил его, а, кстати, он и пел одну из песен, посвященную няне Пушкину, у нас есть фрагмент. Сейчас мы сделаем короткую рекламу. Сразу после этого историческое новогоднее обращение Михаила Задорнова в ночь с 91-й на 92-й год вместо президента. Исторический факт. Оставайтесь с нами. Россия наша держится на бабушках. И вечной Арины Родионовны. С колясками по скверам семеня. Курносы. Надежды нашей Родины. Они толкают впереди себя. Курносы. Надежды нашей Родины. Они толкают впереди себя. Впереди себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Синяя птица помогает взлететь. Воскресенье. На РТР. Я вдова. Мне 35. Мальчик и девочка, наверное. Дети, это не проблема, я не шучу. А если я не шучу? Смотрите в субботу. Мне так повезло, что мой какой-то вообще необыкновенный. Надь, вот ты сама что про него знаешь? Страшная трагедия произошла в поселке Кудинова. Жертва была беременна. Чего следователь сказал? Вошли его? Мы спокойно здесь жили, пока твой не приехал. Миша! Что ж такое-то? По имеющимся у нас сведениям, это не первая его жертва. Надь, мы здесь одни, пожалуйста, скажи, что любишь меня. Понимаешь, что ты меня убил? Ночь после выпуска. Премьера. В субботу. На РТР. Это «Вести недели», и я Дмитрий Киселёв. Здесь нет места двойным стандартам. В международных отношениях явно период дегуманизации. Идёт это с запада. Здесь не путают убеждения с заблуждениями. Пошли против коррупции. Куда пошли? Как пошли? С кем пошли? Здесь называют вещи своими именами. Сначала провокации, мутные подставы, а вслед опять санкции. Американский удар по Северной Корее будет означать не просто провокацию ядерной войны, он будет означать её начало. «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым. Каждое воскресенье на РТР. Здравствуйте, мы в прямом эфире. Сегодня на 70-м году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Задорнова. После долгих месяцев борьбы с онкологией, о которой он запретил говорить всем своим близким, его не стало. Иосиф Кобзон сегодня в интервью СМИ раскрыл подробности недуга. Он говорит, что у него были поражены оба полушария мозга. Очень жаль, он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят. Президент Российской Федерации Владимир Путин тоже выразил соболезнования. А сейчас мы хотим показать вам историческое видео, когда в ночь с 91 на 92 год, 31 декабря, когда Борис Ельцин постеснялся обращаться к россиянам, слишком быстро его выбрали. Это доверили Михаилу Задорнову. И вот историческое новогоднее обращение. Внимание. Уважаемые россияне, 1991 год отсчитывает последние дни. Да. Извините за накладку. Здравствуйте. Итак, главное событие Нового года – это Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава Богу, не произошло. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 92-м годом, за что им особое общенародное поголовное спасибо. Аркадем Ильич Инин, вы помните этот момент? Да, конечно. Вся страна помнит, я думаю. Он задержал на минуту бой курантов, потому что перебрал время. Да, помню. Я тебе должен сказать, что Миша вообще, кроме того, что он был замечательный писатель, он был гораздо шире, вот его история с няней Алиной Родионовной, с библиотекой. А вообще, вот у Миши, другого Миши Жванецкого, есть замечательная фраза, наконец-то украинские ученые доказали, что человек произошел от украинца. А Миша Задорнов последние 10 лет доказывал, что все произошли от русских, от славян, точнее. У нас есть это, кстати, видео. Да, он ездил в арканип. И он голый на лодке про это рассказывает. Давайте покажем, это очень интересно. Внимание. Почему я хочу всегда хорошо себя чувствовать? Ну, во всяком случае, чаще себя чувствовать хорошо, чем плохо. Да потому что, когда человек себя плохо чувствует, разговор о радости быть не может. Но есть еще одна скрытая моя мечта. Вот мы сейчас находимся в Крыму. Крым – это Украина. Ну, то есть, можете говорить в Украине, на Украине, кто как хочет. Отношения, к сожалению, нарушились. А ведь мы одного корня – белорусы, украинцы, русские. Знаете, я хочу дольше жить, чтобы увидеть, как снова мы будем жить дружно. А для этого мне надо прожить еще минимум 100 лет. Вот этого я и хочу добиться. И это же еще до присоединения Крыма к России. Он ездил в Аркаим, этот древний город русский, на раскопки. Достало главное, еще, может быть, не главное, но очень забавное, что он объяснял этимологию всех мировых языков. Он их всех производил из славянских, праславянских. Там, предположим, по-английски корова – это коу. Миша всерьез доказывал, что коу – это сокращенное от славянского корова. Просто им лень произносить. И слово «Россия», что там все «ра», вот это все слова. Я ему говорил, Миш, мне нравилось, что он спокойно относится. Я говорю, Миш, это бред. Он смотрел на меня, как на неумного, и уходил. Не ругался, ничего. Кать, он вообще обладал фантастической энергией, фантастической и способностью предвидеть. Вот уже об этом говорили сегодня, да? Мы очень много времени провели вместе, потому что мой муж снимал все его концерты в течение 10 лет. И мы наблюдали, как перед концертом Миш запирался у себя в гримёрке и там занимался медитацией. После этого он выходил на сцену и фантастической энергетикой уходил в зал. И обратно шквал энергии к нему, вот такой обмен энергии был очень мощный. Кроме того, он действительно обладал способностью предвидеть. Он об этом говорил. Даже они вместе с моим мужем сделали потрясающую программу, в которой доказано, что Миша предвидит. Давайте послушаем, что он говорил про Крым в 93-м году. Внимание. Здравствуйте. От крымчан из Севастополя. У вас никаких референдумов нет? Вот, мы приехали, что бы за могослов. Вы бы там иногда со сцены, с экрана, ты так раз скажешь, что зажимает крымчан, не дает крови референдум. Хотя собраны 246 тысяч подписей. Я уже однажды замолвил слово за русских на Украине, так как у меня чуть персоны Нонграда не объявили. Мне вообще скоро закроют въезд в ближние зарубежья, оставят только в дальние. Андрей, можно? Да. Дело все в том, что когда вот это историческое состоялось его выступление на Новый год, и мы потом поехали с ним на гастроли. У нас ездили ведущие Первого канала, потому что не было зарплаты, не платили им там месяцами. И Ласкумай брал всегда ведущих, Таню Судец, там дядя Вова спокойно, чем малыши, ну из этого цеха. И Миша с нами, Михаил Николаевич с нами ездил. И вот он, они говорят, а что мы будем делать на концерте? Ну мы только можем выйти, объявить. И он каждому, ну каждому артисту придумал какие-то фишки, придумал какие-то разговоры. Когда он говорит, Юра Шатунову говорит, Юр, ты очень часто летаешь? Он говорит, да. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Когда ты выходишь из самолета, всегда убедись в наличии трапа. И вот когда вот случалась вот такая история, там одна стюардесса упала, потом вот в Санкт-Петербурге упала, к сожалению, там упала девочка. И он все время, Юра, мне звонит в Германии, говорит, помнишь, как дядь Миша говорил, выйдя из самолета, всегда убедись в наличии трапа. А еще второе хочу сказать. Когда мне присвоили звание заслуженного артиста Республики Крым первое, и мы с ним летели на самолете как раз из Крыма. И я говорю, Михаил Николаевич, это ваше звание, вообще вам должны были присвоить это звание, потому что вы столько сделали для Крыма, вы столько всегда мечтали об этом. Нет, нет, Андрей, ты вот заслужил, все, молодец. И когда я ему спросил, потому что у него состояние такое было, немножко он бледный был, это 15-й год был, как раз конец года. Я говорю, Михаил Николаевич, вы болеете или что-то скажите? Он, да не, 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 все нормально, ну придется, наверное, на операцию ложиться, но в любом случае помощь никакая не нужна. Он от всего отказывался. Я хочу сказать еще, как он относился к ребятам детдомовским, тому же к Сергею Серкову. Он сказал, Сереж, ты должен правильно питаться. Он всегда рассказывал, как надо питаться. Про правильное питание это правда, и про занятия фитнесом. Мы знаем, как он любил в последнее время интернет, вел свой YouTube-канал, реагировал на все акции. И вот, как он берет эстафету у Сергея Безрукова. Давайте посмотрим, внимание. Я получил вызов от Сергея Безрукова, моего друга, отжаться. Мне не раз предлагали глупость облиться водой. Так, тупость, идиотизм. Такое могло созреть только в башке у тупой Америки. А тут все хорошо, и отжаться полезно. И поэтому я принимаю вызов. Сергей Безруков в полтора раза младше меня. Поэтому я должен отжаться в полтора раза меньше, чем он отжался. И передаю свой вызов моему другу Геннадию Хазанову, Дмитрию Певцову. И главному спортсмену, что он должен принять мой спортивный вызов. Мутко. Иду на рекорд. 31, 32, 33, 50. Вообще сто раз он отжимался. А я присутствую при этом видео. Сто раз отжимался. Это было во время наших гастролей в Ростове. Светостас, но не только Максима Галкина называл своим преемником, и тебя тоже. Он любил, я знаю, твои номера, где ты изображал нового русского, который ездит в метро. Так, по-моему, там в одном из тоже монологов. Да, у нас вообще была программа «Задорная компания», куда он позвал Галкина, Макса, Сережу Дроботенко и меня. Еще двое артистов были его уже из театра «Мои» и Сергей Щеголихин, и Евгений Динов. И мы поехали на гастроли. Первые гастроли мы, конечно, очень расстроились, потому что на нас, на афишу, где нас много, покупали билеты в два раза хуже, чем на него на одного. Потому что зрители не верили, что он там будет. Они думали, какие-то пацаны там, ну, наверное, он не будет участвовать. Мы расстроились, понимали, что все, на этом наши гастроли закончились. Но Михаил Николаевич сказал, ничего страшного, я все равно вам буду платить, как обещал. Ну, подумаешь, я, так сказать, немножко убыток, так сказать, потерплю. Но я уверен, что через два месяца люди об этой программе узнают, она им очень понравится, потому что у нас очень была веселая программа. Мы там чудили, импровизировали. Он очень хотел, вот, хотя он самодостаточный абсолютно, он четыре часа один стоит на сцене, и люди не устают. И, тем не менее, он хотел, вот, чтобы мы тоже рядом с ним находились. И он удивительный человек в том плане, что он никогда себя не возвышал. Вот эта редкость большая. Может, потому что он не профессиональный актер, может быть, поэтому. То есть мы чувствовали с ним абсолютно себя на равных, более того, как в семье. Все-таки это идет из семьи, ты прав, потому что он родился в очень интеллигентной семье. Папа у него... Он нас в семью приглашал, мы были везде у него. Папа у него... С мамой познакомились, да. Писатель, я все к чему, потому что давайте посмотрим на завещание Михаила Николаевича. Итак, он просил в своем завещании материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной плиотеке имени Николая Задорнова в Риге. Быть похороненным в одной могиле с отцом и перевозить тело после смерти только наземным транспортом. У нас есть уникальные кадры ВГТРК, где сейчас вы увидите отца Михаила Задорнова. Внимание. Мы находимся сейчас в гостях у Николая Павловича Задорнова в его рабочем кабинете в Риге. И сегодня собралась почти вся его семья. Вот сейчас вы видите, вошел его сын Миша. Многие задают вопрос, псевдоним у вас Задорнов или нет. Николая Павлович, действительно у вас это ваша настоящая фамилия или это псевдоним Задорнов? Мои деды и прадеды были Задорнова. Мне однажды пришла записка очень хорошая. Посмотрели на вас, прочитали романа отца и поняли, что на детях природа отдыхает. Если человек смеется, значит, он на что-то надеется. Значит, еще надежда есть. Потому что все-таки иначе бы он не смеялся. Только от щекотки может бездумно хохотать человек. И времена поэтов просто наступят, если можно так выразиться романтически, то времена поэтов, конечно, наступят согласно просто закону диалектики развития общества. Но знаете, как у одного в Оксфорде спросили у садовника, как такой травы добиваетесь бархатной на газонах? Он ответил, очень просто. Надо в течение семи веков аккуратно ее поливать каждое утро и подстригать. Леонид Пеккер, организатор концертов Михаила Задорнова. Вы видели, да, мы все долго думали, что Михаил Николаевич лечится в Юрмале, да, но это было здесь в Москве, да? Нет, это вопрос как бы принципиальный. Михаил Николаевич очень не хотел лечиться нигде, кроме как в России. Более того, он сделал все для этого. Мало того, что он хотел лечиться, он хотел до последнего и даже позже продолжать выступать. И концерты были объявлены, там и Крокус пришлось отменить огромное, и он выступал уже больным, и тем не менее он выступал, вот как сказал Гена, там по 4 часа, или Слава сказал, но это знали все, кто в этом цеху, он выступал по 4 часа. Я хотел сказать о том, о чем... Даже давало ему, безусловно, какую-то отдачу, да, зритель, который давал. Вы знаете, я хотел бы сказать о том, о чем вряд ли кто знает. Знаете, как говорят, в жизни есть всегда место подвигу, но что-то его никто не находит. А Задорнов, вот я такой известный, помните случай, когда разбился самолет и был объявлен траур по всей стране, а в Санкт-Петербурге и в области на три дня. Им совпало как раз с гастролями. И, естественно, были отменены три концерта, а на четвертый день был в графике город Пушкин. Задорнов вышел на сцену и сказал, вы знаете, несмотря на то, что официально вроде бы траур кончился, но как-то вот шутить, ну, не могу. Что я предлагаю? Обратился он к полному залу, у него всегда были аншлаги. Я предлагаю так, я снял фильм о вещи Малеги. И я хотел бы вам его показать. А потом мы этот фильм с вами обсудим. Все, кто хочет, может отправиться в кассу и получит деньги за билеты. А все, кто хочет остаться, останется. И более того, я вам обещаю, я так скорректирую свой гастрольный график, что в течение двух-трех месяцев я обязательно посещу город Пушкин со своей концертной, ну, юмористической программой. И ни один человек не ушел из зала. И три часа он отвечал и показывал фильм, и отвечал на вопросы. Вот здесь сидят люди, которые в этом жанре и в других жанрах выступают. Кто еще, мало того, что имеет альтернативную программу трехчасовую, и кто бы еще посмел, ну, вот так сказать, рискнуть выйти на публику совершенно в ином качестве. Ну, и мы должны сказать, что он много занимался благотворительностью. Библиотека, памятник, и это только то, что мы знаем. Это только то, что вы знаете. Я сейчас скажу о том, о чем многие не знают. Вы знаете, как Чехов, как выяснилось, что после смерти Чехова, что он построил там две или три школы. И благотворительность его была абсолютно непоказной, неявной. Такая же глубинная благотворительность была и у Задорнова. Ведь эту библиотеку, мало того, что он выкупил это помещение, он все делал на свои деньги. И более того, я занимался его концертами, но он меня попросил принять участие в таком проекте. Чтобы, короче, мы возили к нему в библиотеку наших российских писателей. Там был и Захар Прилепин, и Михаил Веллер, и Сергей Соловьев, режиссер у него выступал. Все гонорары, все накладные расходы, бизнес-классы, все он оплачивал из своего кармана. Все это делал Задорнов, как говорится, просто по велению души. Я не могу не отметить и тот факт, что помимо книг, телевизионных программ, концертных выступлений, он снимался еще и в кино. Давайте не забудем и про это. И покажем нашим зрителям одну из его блистательных ролей сразу после короткой рекламы. Мы продолжим. Оставайтесь с нами. Ну все, хватит. Вот что я вам скажу, мои дорогие женщины, мои любимые. Вы со мной так разговариваете, как будто бы уже все решили. А между прочим, вы еще не спросили моего мнения, главы семьи. Ты сейчас какую семью имеешь в виду? Нашу с тобой или нашу общую с Оксаной? Я имею в виду нашу с тобой семью. Ах, если нашу с тобой, то после сегодняшнего дня ее просто нет, а значит и нет ее главы. А я твое мнение давно знаю. Ты мне уже два года твердишь, что давно ушел бы ко мне, если бы жена отпустила тебя без обид. Вот она тебя отпускает и без обид. Еще бы за 20 тысяч долларов, хапуга. Премьера сезона Дело ясное, что дело темное. Авдеев, тут гильзы. Опа. Да, мам. Дуся. Дусь, привет, это я. Дусь, прости, я на работе засиделась. Так, потерпевшая лежала на полу, а подозреваемый сидел на ней вверху. У нее свой подход к тайным следствия. Давай, садись на меня. Морозово, там грязно. Теряем время. Скальпель возьми. Давай. Морозово. С понедельника. На РТР. Мам, ты прикольный. Дуся, ты моя Дусь. Иногда нас разделяют километры. Но мы все равно рядом. Рядом с каждым, кому важно быть в курсе событий. С каждым, кто не упускает главного. Два пристальных взгляда. Два голоса. 60 минут. Опережая время. 60 минут. Со вторника по пятницу. На РТР. Смотрите в субботу. Ты должна знать, у меня есть еще один ребенок. Есть еще дочь. Я не успокоюсь, пока не найду ее. Так ты вообще можешь серьезно об этом думать? Бывает так, что сразу узнаешь родную душу. Ну вот, папочка. Ты и нашелся. Это как понимать? Вика. Моя сестра. Бывает так, что близкие становятся чужими. В последнее время мы совершенно перестали понимать друг друга. А зачем играть в видимость семьи и оставаться рядом с ней, если ты ее не дали? У меня сейчас все потеряло смысл. Разбитые сердца. Субботу на РТР. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Сегодня на 70-м году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Михайловича Задорнова. Он не смог победить опухоль головного мозга. Провел последние месяцы своей жизни в одиночестве и просил близких не комментировать его болезнь. Наши коллеги, журналисты с телеканала 360, предоставили нам последнее интервью Михаила Задорнова, которое он дал Ирине Безруковой. У меня же много было знакомых женщин разных возрастов в течение жизни. И вот иногда жалуются, он меня не любит. Говорит, она с Рублевки приехала, наблатыканная во все места. И говорит, он меня не любит. А ты выходила по любви, ты в чем претензию тебе? Ты не выходила за него по любви. С чего он должен тебя любить? Пока вся страна оскорбеет в связи с кончиной известного сатирика, как пишет портал Life News супруги Михаила Николаевича, его старшей сестре стало плохо в больнице и им самим потребовалась помощь. Их поместили в стационар. Вэлта Яновна, жена Михаила Задорнова, сейчас вы увидите ее на кадрах, которые были сняты 27 лет назад. Она рассказывает о том, как ей живется в русской семье. А почему все-таки вы живете в Риге? Попали мы по собственному желанию. Николай Павлович предложили возглавить русскую секцию. Нам дали домик сначала на взморе, потом уже эту квартиру нам ладцы сдал. Таким образом мы остались первые годы, думая, что мы через года два уедем. На вопрос, как я отношусь к интернационализму, знаете, что я отвечу вам не словами, а делом. У меня жена, между прочим, латышка. Вы живете уже давно, достаточное количество лет, вот в русской семье, как он живется? Это неправильно, что она живет в русской семье. Можно сказать, что я в латышской. Да, я не знаю, как Миша ответит на этот вопрос, как он живет в латышской семье, но я чувствую себя очень хорошо в русской семье. Тоже тихо и спокойно. Я вообще была воспитана в таком интернациональном духе. Андрей, можно? Да. Я хочу добавить и напомнить, что мама же у него царских кровей, вообще-то. И сам он всегда говорил, что он польский шляхтич. И шутит не потому, что у него фамилия Задорнов, а потому, что у него одного дедушку расстреляли, а второго дедушку забрали в ГУЛАГ. Правильно, Леонид, я говорю? Похоже. Но, действительно, Геннадий Ветров тоже считает, что фамилия наложила отпечаток на юмор. Ну вот, сколько я с ним общался, мы не были друзьями, на концертах или в каких-то компаниях общих. Я не видел его грустным. Просто человек-энергия. Говорят, в жизни бывают человек-звезда, человек-мегазвезда. Он был человек-галактика, он был открыт для общения и не был равнодушным. В творчестве давал столько советов. Вот, знаете, идет концерт, он не сидит в гримерной, он слушает, что артист говорит. Мне он столько подсказал, и Славе посчастливилось, он работал вместе с Михаилом Николаевичем в одной программе. А мне Михаил Николаевич предложил, говорит, давай сделаем на двоих. Ты первое деление, а я второе. Я говорю, да ну, я думал, шутка. А он на самом деле потом говорит, что ж ты отказался. А вы можете на руках, как он в свои годы, вот мы у нас есть эти кадры, давайте посмотрим с ребятами из знаменитой группы Юди. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы никто так не можем, Андрей, мы никто так не можем. Мы ж не заторган. Мы сесть можем, мы встать не сможем. Вот, Геннадий, Генн начал говорить очень правильные вещи про идеи, которыми делился Михаил Николаевич. Он был очень щедрым на то, вот ему приходят с головы идеи, они у него просто фонтанировали. И он совершенно запросто ими делится, не боясь, что украдут, уведут и так далее. Он никогда не боялся. Никогда не боялся, настолько талант был грандиозен. И еще я хочу сказать, что я работала с Михаилом Николаевичем в его концерте. Мы слышали вашу песню, как попели вместе. Да, бабушки, да. И, вы знаете, эти репетиции, которые были перед каждым концертом, но, казалось бы, Михаил Николаевич четко знает, что мы с ним вместе работаем в концерте и что он будет делать в концерте. Тем не менее, за три часа до концерта мы были на площадке и каждый раз репетиции с новым материалом песенным, совместным или моим сольным. Эти репетиции, вы знаете, давали столько, что, наверное, больше, чем любой вуз, в котором ты проводишь годы. Скажите, но врачи были всегда на концертах, да, я знаю, что... Знаете, я, к сожалению, была свидетелем того, как все начиналось в 2015 году и как первый раз стало плохо. И я была на концерте в «Гнезде глухаря», где стало совсем плохо. Это до «Крокуса» еще. И на это было ужасно смотреть, потому что Михаил Николаевич впервые в своей жизни работал сидя. Марина, давайте не будем о грустном. У нас есть кадры, где он разбивает тарелку, начиная с съемки фильма с вашим участием. Это его фильм. Это его фильм. И когда я тоже работала с Михаилом Николаевичем, мы ездили на гастроли. И во время гастролей он всегда рассказывал какие-то истории. Это была одна из них, вот пьеса, которую он написал. И я как-то ему сказала просто, вот, говорю, да давайте снимем кино. И вот как-то так легко это все и началось. И я нашла режиссера, все, он говорит, все, сыграешь вот эту главную роль. И все так, все было очень светло. Он отбирал актеров. Вот у нас сидит актер из нашего фильма. И мы обязательно доснимем этот фильм, потому что это... А можно маленькую реприку вставлю, да? Он мне тоже позвонил, говорит, Ген, вот фильм, поскольку ты мне нравишься как артист, вот прочитай сценарий. Я прочитал сценарий просто потрясающий. Я говорю, Михаил Николаевич, супер. А какую роль? Бери, какая нравится. Вот понимаете? У него вообще как-то... Давайте послушаем еще раз Михаилу Николаевичу, что он говорил о счастье и о жизни. Я всех счастливых людей, которых знаю, ну, нельзя постоянно быть счастливым. Ну, такие... Что такое для меня счастливый человек, которого спрашиваешь, ты бы хотел снова прожить жизнь? Он говорит, еще много раз, как я прожил. Вот это счастливый человек. Ему хочется это повторить все. И я из тех людей. Я бы с удовольствием прожил еще несколько таких жизней, какая была у меня. А вы каким запомнили Михаила Николаевича? Вы знаете, Михаил Николаевич, конечно, гениального масштаба артист, автор, писатель, просто художник. И для меня, например, вот что приятно, вот в его фразе «Ну тупые» есть мое участие. Вот она стала вот такой лапидарной, известной на всю страну. И именно, значит, писатель Леон Измайлов написал для меня пародию еще в начале 90-х. Сказка «Курочка ряба», которую рассказывают наши известные юмористы, в том числе Михаил Задорнов. А у Задорнова эта фраза «Ну тупые», ну так в одном номере, в другом проскользнет и все. Еще не было это рефреном. И в моей пародии на Задорнова, сказка «Курочка ряба», представляет нам, дед, ну тупой, бабка еще тупее, курица вообще тупая. В общем, эта фраза повторялась раз в 10, наверное. Кстати, если я вас перебью, первая его роль была в школьном спектакле про репку, где он играл репку, ему делали набис, и говорят, вытащите его еще раз. Извините просто, это понимаю. И Михаил Николаевич, мы в одном концерте участвовали в театре эстрады, он подошел ко мне и сказал, очень точное наблюдение, ну, естественно, это не мое наблюдение, было наблюдение автора Леона Измайлова, но он говорит, я эту фразу буду почаще применять, потому что она очень ярко выстреливает. Ну, еще одна фраза, которая стала хитом, когда Михаил Николаевич пародировал Горбачева, это просто превратилось в огромный видеоклип. Внимание. Ну, я всем урок грамотной речи даду. Даду, даду, да. Даду внедрешь. Можно начинать. Я всем урок грамотной речи, даду, 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 даду. Константин, вы тоже считаете Михаила Николаевича своим учителем? Так получилось, мне позвонил помощник Михаила Николаевича Юлия. Это был конец 2014 года. Говорит, с вами хочет познакомиться Михаил Николаевич Задорнов. Я подумал, что это шутка какая-то. Я вообще не понял, как это. Мы встретились на Маяковской. Очень маленький такой ресторанчик на 10 столиков. И он сразу сказал, я знаю, я смотрел твои передачи. На одном из телеканалов были мэритический стендап. Я там делал Жириновского. И он сказал, тебе нужно отойти от пародии и заниматься монологами. Вот тебе два моих монолога. Можешь читать бесплатно, абсолютно. Еще если что-то будешь выбирать, я абсолютно буду только счастлив, если ты их будешь показывать людям. Можно добавить, пожалуйста, потому что у меня именно так же было. Он услышал мои песни и просто пригласил меня поговорить об этом. И он исполнил мою мечту всей моей жизни. Потому что я всегда просто, ну, играла в кино, я люблю играть в кино, но я всегда мечтала выступить со своими песнями, с большой сценой. И он предложил мне это сделать, и я с ним гастролировала. А можно спросить, раз ты все знаешь, он был все-таки вегетарианцем или нет? Потому что мы все знаем, что он делал потрясающую растяжку, но ел ли он мясо? Дело в том, что, да, у него было... Во-первых, он очень много экспериментировал. Он был не только вегетарианцем, он одно время ел один черный рис. И даже повара возил специально, который там готовит определенным образом его. То есть он переходил на сыроедение. И тут же он мог зайти где-то с украинскими ребятами и сказать, как я сало люблю. То есть он такой совершенно... Андрей, я хочу сказать, у нас Сергей Серков до сих пор вегетарианец, он мясо вообще не ест после него. И как мы его только не заставляем, он только рыбу и все. Он говорит, как дядь Миша сказал, так он... Поэтому он очень к питанию относился. Нет, ну потрясающая история. Можно быстро? Он специально чем-то питался, какие-то котелочки с собой привозил и так далее. Здесь, на ВГТРК снимается, в нашей передаче, приходит, заходим в буфет. И он видит сосиски с горошком. Боже, советские сосиски. И тут же, у меня нет денег, купите мне этих сосисок. И такое счастье, когда он их ел. И еще, ему всегда все удается очень легко, я не могу сказать, в прошлом. Вот жизнь ему удается очень легко. И сейчас я очень хочу выразить наши глубокие соболезнования его жене Лене, его дочери и близким друзьям, которые, конечно, не могли сегодня приехать на программу. Это очень большое горе. Да, мы тоже присоединяемся к вашим словам. Один из интересных тоже фрагментов интервью, где Михаил Николаевич говорит о том, что важно в этой жизни хрюкать. И когда ты хрюкаешь, тогда у тебя все получается. Давайте послушаем. И у нас в студии Марина Георгиевна Ивашкина, онкопсихолог. Скажите, вот это стремление к уединению все-таки, которое выбрал Михаил Николаевич, это важно или нет? Это важно. Это важно. Микрофон. Есть, есть. Это важно, поскольку действительно человек в условиях серьезного заболевания, да, проходит определенные этапы, этапы переживаний. Этапов много. И как раз этапы, связанные с самыми глубокими переживаниями, которые периодически сопровождаются депрессией, да, также эти этапы тесно-тесно соприкасаются с серьезной внутренней работой, осмыслением жизни, так называемые экзистенциальные переживания. И только через эту внутреннюю работу, через духовную работу, личностную работу, идет принятие ситуации жизни с болезнью. У нас есть последний пост, который 10 октября Михаил Николаевич выложил у себя в соцсетях на странице. Он пишет там, что спасибо, что меня не забываете, вспоминаете обо мне, благодарен всем, кто меня поддерживает, подбадривает, желает выздоровления. Ваши письма и комментарии все эти придают мне силы, заряжают положительной энергией, вселяют желание жить. Спасибо. Осенью прошлого года я сам сообщил о том, что заболел, мне необходимо серьезное лечение, отменил все выступления. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, мне хотелось, чтобы меня услышали. Я продолжаю традиционное лечение, очень благодарен врачам. Они делают все возможное и невозможное, чтобы я скорее выздоровел. Но врачи, наверное, сроки тоже не могли пройти мимо, да, в больнице, все, наверное, его узнавали. Это была одна из причин, которая мешала ему нормально здесь лечиться, потому что, как не соблюдали, так сказать, инкогнито, как не соблюдали какую-то... Стоило появиться ему на пороге от охранника уже до главврача, все выходили с фотоаппаратами, все выходили там с книжками, автографы, селфи. И все такое. Это, конечно, именно одна из причин, из которых он не хотел на первых порах особенно как-то обнародовать свой ужасный диагноз. Можно добавить... Скажите, а Вы каким запомнили? Я тут же занимался пластикой, он на шпагат падал, я колесо делал. То есть, он же так же рассеет на шпагат, как Михаил Николаевич у нас есть. Да, конечно, да. У нас разная техника была, понимаете? Преподавал. Вы знаете, наверное, портрет Михаила Николаевича будет неполным, если не вспомнить майовское время. Мы же все из Маи. Вот мы с Александром начинали. У нас было два конкурирующих коллектива. Это Бимбом и театр, агит театр России под руководством Михаила Николаевича. Но не было никакой вражды, не было никакой зависти, злобы. Это был азарт, студенческий азарт. И даже вот он непроизвольно решил мою судьбу. Когда я пришел после школы в Маи, в первый же день пошел устраиваться в художественную самодеятельность, он смирил меня долговязывание складного и сказал, «Так, ты знаешь, иди к Левушкину в Бимбом». И отправил меня в Бимбом. И этим решил судьбу. Он был мудрым. Действительно мудрым. Мне кажется, что поскольку мы все из студенческой среды, вышли из Маи, то тот успех, который был у него в студенческой среде, я не видел никогда больше на эстраде в жизни. То есть люди валялись под креслами, когда он выступал среди студентов. И он, на мой взгляд, стал родоначальником, наверное, русского стендапа. Сейчас моден среди молодежи стендап американский, а вот Задорнов, наверное, он родил наш русский стендап. Помимо всего, действительно, фантастическое образование и любовь к Евтушенко. Он во многих своих интервью говорил о том, что Евгений Евтушенко – его любимый поэт. И сегодня мы хотим оставить вас, уважаемые телезрители, со стихотворением «Идут белые снеги», которые читает Михаил Задорнов. И мне кажется, что в этих стихах отражен весь смысл его жизни и то, что он, может быть, хотел сказать в своих монологах, но не успел. Мы выражаем соболезнования всем его родным и близким. Царствие ему небесное. Берегите себя, своих близких. До свидания. Чьи-то души бесследно растворяясь вдали, Словно белые снеги идут в небо с земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда. И я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, но о кем же я был, Что я в жизни поспешной больше жизни любил. А любил я Россию, Всею кровью, хребтом, Ее реки в разливе, и когда подо льдом. Дух ее пятистенок, дух ее сосняков, Ее пушкина, стенку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил нескладно, Для России я жил. И надеждой умаясь, Полный тайных тревог, Что хоть малую малость Я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, Только пусть она будет Навсегда, навсегда. Идут белые снеги, Как во все времена, Как при Пушкине, Стеньки и как после меня. Идут снеги большие, Аж до боли светлые, И мои, и чужие, Заметая следы. Быть бессмертным не в силе, Но надежда моя, Если будет Россия, Значит, буду и я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok